Повсюду валялись мертвые тела. Тела обезглавленные, обожженные, месиво из оторванных рук и ног. Над полем боя, где январская грязь смешалась со свежей кровью, раздавались протяжные вопли молодых парней, сливавшиеся в один нескончаемый рев. Санитар. Но никаких санитаров уже не осталось. Все они были убиты или утонули в ледяной воде близ лежащей реки. Раненым воинам оставалось только медленно, мучительно умирать или ждать, пока немецкий штык закончит их страдания. А из вышестоящих штабов все поступали сумасшедшие приказы генералов. Атаки нужно продолжать. Нет, эта апокалиптическая сцена не имеет отношения ни к ржеву ноября 1942-го, ни к жестоким боям в Беларуси зимы 1944-го. Она не имеет отношения к Восточному фронту вообще, за которым благодаря завываниям ангажированных историков и пропагандистов закрепилась недобрая слава мясорубке, где кровожадные советские генералы, не желая людских жизней, забрасывают трупами окопы вермахта. Описанную выше бойню учинили американские полководцы. И произошла она в ноябре 1944-го года в Италии, на небольшой реке Рапида. Именно здесь развернулась одна из самых страшных трагедий американской армии во Второй мировой войне. История битвы на Рапида началась в декабре 1943-го года. К тому моменту ситуация для союзников в Италии складывалась откровенно печальная. Увязнув в грязи, снегу и холодных зимних дождях, их армии ожесточенно бились с немцами за каждый городок и за холостную деревушку, неся при этом кошмарные потери. Итальянский фронт с его бесчисленными холмами, горными грядами и реками представлял из себя идеальную позицию для обороны. Но наступать здесь было сущим адом для командиров. Наступление англо-американских войск окончательно забуксовало на укреплениях так называемой «зимней линии» к югу от Рима. Особенно тяжелые бои шли у Монто-Кассино, а также на северном и южном флангах у рек Горильяно и Рапида. Нужно было новое решение, новый импульс, который помог бы покончить с кровавым тупиком позиционного фронта. Американцы всегда рассматривали Итальянский фронт как второстепенное направление и на фоне последних неудач уже начали терять терпение. Эйзенхауэр настаивал на сворачивании здесь крупных наступительных операций. Не за горами была высадка во Франции, для которой требовалось накопить решающее численное и количественное преимущество. Но неугомонный Черчилль настаивал на Италии. В ходе встречи в канун Рождества 1943 года ему пришлось использовать все свое красноречие, чтобы убедить американских союзников в необходимости нового удара. Так возник амбициозный план январского наступления, ключевую роль в котором должна была сыграть американская 5-я армия. Командующим 5-й армией был генерал-лейтенант Марк Кларк. Фигура крайне неоднозначная. Многие в войсках не любили его за заносчивость, тщеславие и склонность сваливать ответственность за свои провалы на других. И не безосновательно. Кларк действительно страдал какой-то тщеславной одержимостью. Он был одержим Римом. Он мечтал, что въедет в итальянскую столицу на командирском джипе и красуясь перед объективами фронтовых корреспондентов, навсегда войдет в историю Второй мировой войны, как человек, который освободил вечный город. Посмеиваясь над генералом, который возомнил себя римским императором, солдаты даже дали ему хлестское прозвище. Марк Авелий Кларкус. Дорога на Рим лежала через осуществление дерзкого наступительного плана. Англо-американский десант должен был высадиться в глубоком тылу немцев, у Ансу, откуда он мог напрямую угрожать Риму. Но чтобы десант удался и не был сходу раздавлен немцами, задумывалось отвлечь резервы вермахта атаками на основную линию фронта далеко к югу, на реках Рапида и Горильяна. Наступать на реке Рапида представляла горячим техасским парням из 36-й пехотной дивизии армии США. Ее командир, пожилой генерал Фред Уолкер, сразу понял, что форсирование реки – миссия из разряда невыполнимых. «Клянусь, что ни одна дивизия в армии на такое не способна», – утверждал Уолкер. Комдив прекрасно знал, о чем он говорит. Влажной и дождливой зимой оба берега Рапида превратились в тягучее грязевое болото. Все подступы к реке и она сама прекрасно простреливались с вражеских позиций. Окопавшись на своем берегу за крутым обрывом, солдаты немецкой 15-й дивизии были готовы устроить горячий прием всем незваным гостям. Их линии обороны были страшным лабиринтом из траншей и окопов, минных полей, бетонных бункеров и заграждений с колючей проволоки в несколько рядов. Смертоносные снаряды, заряженные в стволы реактивных минометов, были нацелены на противоположный берег, готовые смешать американскую пехоту с землей. Никакие просьбы у вещевания не смогли растопить сердце и пробудить затуманенной жаждой славы разум генерала Кларка. Он был настолько уверен в победе, что подтянул крапида танки 1-й бронетанковой дивизии Эрнеста Хармона, приказав тому устремиться в прорыв сразу же после того, как инженеры возведут через реку достаточно прочный мост. Харман лишь ухмыльнулся и ответил своему горе командующему, это будет абсолютно невозможно. Атака самоубийц началась в половине восьмого утра 20 января 1944 года с мощнейшей артиллерийской подготовки. Орудия выпускали по вражескому берегу тысячи снарядов, земля дрожала по обе стороны реки, как будто от природного катаклизма. Но при всей своей эффектности американская артподготовка оказалась бесполезной, хорошо окопавшиеся немцы практически не понесли от нее потери. А вот когда немцы начали палить в ответ, картина быстро поменялась, одиночные снаряды разрывали на куски целые взводы американской пехоты. Резиновые лодки, предназначенные для десанта, были изорваны в клочья осколками. Переправа через Рапиды еще толком не началась, а боевые порядки 36-й дивизии уже превратились в обезумевшую от страха толпу. Зеленые новобранцы, составлявшие немалую часть дивизии, носились по берегу, как угорелые в поисках укрытия. Но укрыться здесь было фактически негде. Река Рапида была, на первый взгляд, не самым серьезным барьером. Ее ширина не превышала 15 метров, глубина не более 3,5. Но, как и многие небольшие реки, она отличалась быстрым течением и ледяной водой, не оставлявшие шансы на спасение. Американские лодки, уносимые течением, сталкивались между собой и переворачивали, обрекая десант на смерть в холодной воде. К наступлению темноты, ценой огромных потерь, только не более чем роте бойцов удалось переправиться на другой берег Рапида. Под шквальным огнем немцев они залегли в наскоро вырытых окопах, сражаясь за свое выживание. Ни о каком захвате серьезного плацдарма здесь не могло быть и речи. Форсирование Рапида напоминало кошмарный сон, но из штаба корпуса требовали продолжать атаки любой ценой и как можно скорее возвести мост для проезда танков. Генерал Кларк продолжал витать в своем мире фантазий, пока солдаты техасской дивизии сгорали в огне вражеских минометов. Он требовал от Уолкера обеспечить выдвижение танков на Рим в течение нескольких часов, но инженерам удалось возвести только два узеньких моста для прохода пехоты, которые постоянно обстреливались из немецких пулеметов. К вечеру 21 января ни о каких танковых прорывах на Рим нельзя было даже мечтать. Небольшие группы американских пехотинцев героическими усилиями выиграли у врага микроскопический плацдарм, не превышавший 172 метра в глубину. Все построенные ранее мосты были разорваны в щепки немецкой артиллерии. Окруженные противником, оставшиеся без связи и без подкрепления, защитники американского плацдарма на северном берегу Рапиды были обречены. Утром 22 января немцы перешли в контратаку. Измотанные, деморализованные и брошенные своим командованием на произвол судьбы американцы были легкой добычей. Немецкие отряды методично выкуривали их из укрытий, забрасывая гранатами выживших. Сотни солдат сдавались в плен не в силах продолжать бесполезное сопротивление. К обеду того же дня на командном пункте дивизии Уолкера прозвенел звонок из штаба корпуса от генерала Киза. Киз недоумевал, почему продвижение развивается так медленно. Ведь на берегу Рапида уже захвачен плацдарм, построено несколько мостов, а немцы наверняка обескровлены двумя днями интенсивных боев. Уолкер не понимал смеяться ему или плакать, но нашел в себе силы разъяснить ситуацию начальству. Плацдарм на берегу Рапида медленно умирает, мосты полностью разрушены, а для переправы дополнительных подкреплений не осталось лодок. Кроме того, нет никаких признаков того, что немцы хоть как-то ослаблены предыдущими боями. По всей видимости, они вообще не поднесли никаких особых потерь. Все эти разумные аргументы не произвели на Киза и Кларка ни малейшего впечатления. Отказываясь поверить в реальность, они потребовали продолжения самоубийственных атак. Никаких возражений не принималось, наступление должно быть продолжено, пока в 36-й дивизии стоит на ногах хотя бы взвод солдат. Бессмысленное кровопролитие продолжалось еще несколько часов, пока все тот же звонок от генерала Киза не остановил ее, ссылаясь на приказ самого Кларка. Но не стоит думать, что генералов-кровопийц вдруг охватил приступ внезапного гуманизма. Все дело в том, что десант Уанцио к северу не встретил практически никакого немецкого сопротивления. Весь план генерала Кларка был изначально ущербным, отвлекать от места десантирования было некого, а немцы совершенно не ожидали высадки. Дорога на Рим, которого так вожделил Марк Авеллий, была открыта. Совершенно бесполезная, бесславная бойня на реке Рапида стоила 36-й пехотной дивизии 2100 бойцов, ранеными, убитыми, пленными и пропавшими без вести, из около 5000 человек, участвовавших в наступлении. Потери немцев были до смешного малы, они не превысили 250 человек. Чеславный Кларк, похоронивший на берегах Рапида целые роты солдат, так и не понес никакого наказания за свои действия. Вместо этого наказали и разжаловали многих офицеров техасской дивизии, которые в тяжелых боях пытались добиться победы в сражении, выиграть которое было невозможно. Один из них так резюмировал итог. Атаки самоубийц. В моей роте было 184 бойца, через 48 часов их осталось 17. Если это не массовое убийство, то что же это тогда было? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok